Здравствуйте! С вами Ольга, и мы сейчас в Болгарии. Болгария – страна православная. Здесь находится большое количество монастырей, в том числе и скальных. На моём канале есть несколько видео, рассказывающие о некоторых из них. А сейчас мы с вами находимся возле Черепишки-монастырь. Черепишки. Похоже на черепушки. А в общем-то, это черепа. Правда, необычное название для монастыря. Монастырь находится на берегу реки Искр. Вот она. Послушайте немножко шум воды. Ну что, пойдём в монастырь. Основание этого монастыря связано с именем последнего болгарского царя Иваном Шишманом. 1371-1393 годы его правления. Говорят, что здесь было очень жестокое сражение с турками-османами, пытавшимися поработить Болгарию, захватить её. И вот отсюда и название монастыря. Здесь погибло много болгарских воинов. Черепишки. Монастыр Успения Богородичного. Вообще в Болгарии очень много монастырей. Посвящено именно Богородице. Успение Богородице. Написано. Такие невысокие ворота. Ну, как раз я в них-то помещаюсь. Этот монастырь, как и многие другие храмы и православные монастыри в Болгарии, был разрушен турками до основания. Вот этот самый старый на территории монастыря храм. Богородице. Он так в традиционном стиле болгарских церквей того времени не очень высокий. И длинный такой храм. Был построен уже в начале 17 века, когда началось возрождение монастыря. Это вид сзади. В очень живописном месте расположен монастырь. Ну, еще, конечно, сыграло роль то, что он был удален от наиболее таких оживленных мест Болгарии в турецкие времена. И поэтому вот здесь вот смог сформироваться один из очень крупных очагов сопротивления туркам. Многие известные болгарские революционеры использовали это место. И вот различные революционные комитеты создавались неподалеку. Здесь было создано очень много книг религиозного, естественно, в первую очередь, плана, которые сосредотачивали на христианских ценностях, ну и, в общем-то, косвенно направляли на борьбу с турками. И вот тот вид, который сейчас имеет монастырь, он приобрел уже в XIX веке. В Болгарии еще очень интересное место и тем, что здесь постоянно происходили такие случаи, когда турок, то есть людей совершенно другой веры, исповедующие ислам, вылечивали, спасали от каких-то таких больших проблем именно в православных храмах. И вот здесь тоже написано, что вот этот дом, да, это Рушида Вата Кышта была построена на средство богатого бея Рушида Турка в знак благодарности за то, что излечили его мать, вот местное монастырское братье когда-то. Так что видите, насколько интересно здесь земля, хранящая вот такие вот потрясающие истории, когда люди разных религий объединялись. И есть, кстати говоря, такие случаи, когда турки даже переходили в православную веру, вот опять-таки в знак благодарности за какие-то необыкновенные чудеса, и основывали монастыри и давали деньги на благотворительность для православных христиан. А в наши дни в этом здании находится ресторанчик прямо у стен монастыря. Мы сейчас находимся на берегу реки, и тут даже есть домик для собачки. Собачки, правда, не видно. На то прекрасно поют птицы. И река Искр. По-моему, она такая для Болгарии очень широкая, полноводная, течение сильное. А сейчас смотрите, какая тишина, спокойствие, благодать. И вот здесь какая-то маленькая река или ручеек, я не знаю, как относятся к этому болгары. А впадает, течет, впадает в реку Искр. Тут же горы. Великолепная, конечно, природная. Такая обстановка солнца в свете. А вот посмотрите, какой здесь чудный, написанный рыбацкий уголок. Не знаю, какой он рыбацкий, но вид, красота, конечно, необыкновенная. Водичка шумит. Ну вот мы и побывали с вами в Черепишке монастыр. В общем, уже можно ставить лайк и переходить к просмотру других видео, посвященных болгарским монастырям. Всего вам доброго! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!